Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я продолжаю играть в Волк среди нас. Сразу же хотелось бы отметить вот что. У меня же тут накопилось всяких наверняка книг сказ... Да, ты смотри! Раз, два, три, четыре... Ух, сейчас наузнаем, наузнаем целую кучу всего. Итак, траля-ля и тру-ля-ля, наемные громилы. Траля и тру-ля-ля, наемные убийцы. А, так убийцы они или громилы? Слышь, это немножко разные вещи, как бы. Громилы, они просто могут тумаков надавать, а убийцы, они как бы немножечко к летальному исходу приводят люди. Ну, неважно. Будучи сказаниями, они извлекали всю выгоду, когда становились людьми. Это позволяло им выполнять контракты в мире простаков, не привлекая внимания. Они так же неразлучны, как и безжалостны. Холли из деловых троллей. Она владеет баром цокот-копыт. Под чарами она выглядит как человек, но ее постоянные клиенты знают правду. Холли хорошо заботится о своих клиентах, часто жалея бедных сказаний. Но ненавидит правительство Фейблтауна за то, что они ничего не делают, чтобы найти ее пропавшую сестру. О, вот так вот. Надо читать такие вещи, потому что я вот знать не знал, что у нее вообще есть все страны, потому что пропавшая. Грэндель, бродяга. Про этого типа я хочу узнать в особенности. Грэндель просто хочет, чтобы его оставили в покое. В прошлом он терроризировал норвежские медовые залы. А, что за медовые залы, блин? А потом просиживал в унылых барах Нью-Йорка. Ненавидит звуки города, но должен работать, чтобы покупать чары. Несмотря на его мерзкий характер, он верен некоторым людям, которые могут дать ему пространство и удовлетворить его желания. Общаться с ним, как наблюдать за отчетом часовой бомбы, это лишь вопрос времени. Мудр милость Бигби. В те времена, еще до исхода, в черном лесу на большого и страшного серого волка охотились армии людей-гоблинов. Эти вражеские силы преследовали великого зверя, хотя их плоть давно уже прогнила. Волк сделал из этого игру. Ему нравилось уничтожать их армии, разрушать лагеря, съедать часовых, разорять их обозы с запасами и освобождать рабов. Однажды он напал на обоз с рабами, в котором была одна особая женщина. Ее кожа была бела, как снег. Освобождать рабов ему нравилось. Погоди. Развощи съедать часовых и освобождать рабов? Ну, все-таки что-то хорошее он делал, да. Но волосы ее были черны, как ночное небо. Он подошел к ней, и она поняла, что никакой меч не справится с силой гианского волка. Она храбро положила свои кандалы в пасть волку. Он освободил ее, но прошли годы, прежде чем они снова встретились уже в мире простаков. Итак, кто же это была? Кожа бела, как снег. Снежка, что ли? Ну, если кожа бела, то, наверное, снежка. А по вилашнику меч не справится. Да, положил свои кандалы, освободил ее. Понятно, молодец. Отказ Икабода. Икабод Крейн, когда жил в сонной лощине, был влюблен в одну состоятельную молодую женщину по имени Катрина Вантассел. Она была прекрасно очень богата, а это означает, что у нее были и другие поклонники, такие как Авраам Бром, Ван Брант. И как противник Икабода, Бром использовал грязные труки, чтобы унизиться у верного учителя. Нихера себе. Несмотря на интриги Брома, Икабод верил, что она выберет его после вечеринки в доме ее отца, и Кабод сделал предложение Катрине, но был быстро отвергнут. После этого его больше никто не видел в сонной лощине. Как говорит Крейн, он покинул город, так как его преследовал садим без головы. Но на самом деле это наверняка был один из трюков Брома. И вроде бы все. Да, здесь у нас ни черта не доступно. А здесь у нас вот все, что было, все прочнее. Итак, продолжаем игру. Мне нужен ведьмин колодец. Правильно? Давай осмотрим, что это такое? Сюда бросают нехороших сказаний, я правильно понимаю? Осмотрел. Ну, правильно. О, новые записи. Глянь, как резко у нас прям все прибавляется. Книга сказаний. Ведьмин колодец. Про это не мешает почитать. Ведьмин колодец находится в одной из комнат зданий Вудландс, где он используется для окончательного избавления от некоторых вещей. Мертвые сказания предаются ему. А, мертвые сказания предаются ему, как и большинство, неисправимых преступников. Все, я понял. Никто точно не знает, что находится на дне. Есть ли у него дно вообще, но это хороший способ обрести последнее пристанище. С чего же вы взяли, что он хороший, если там неизвестно, что он на дне вообще? По-моему, это не очень хороший способ, если мы не знаем, куда он нас ведет. Что-то, какое-то управление, как мне кажется. Давай, давай, как-то подкрутить камеру можно? Куда? Куда мы можем... Блин, пойти, я что-то не выкупаю. Погоди, погоди. Смотри, у нас, во-первых, там есть... Да, вот еще туда можно сгонять. А, да, да, туда и нельзя, поэтому камера и не крутится. Мне вот сюда надо. Надо пообщаться с народом. Итак, кто же это? Если это чары, то значит, что это все-таки живое существо. Но оно загримировано под нашу снежку. Но это все-таки живое существо, то есть это кто-то. Это не красавица, случайно? Ого! Да я даже не представляла. Ты уверена, что будешь в порядке? Тебе не обязательно оставаться. Я хочу остаться. Я справлюсь, это просто немного странно. Эти чары такие эффективные, такие сильные, но... Просто делай то, что тебе нужно. Так, ну смотри, ты как бы... Потом, я надеюсь, не будешь меня упрекать в том, что я такой жестокий, как я могу только обращаться с долбанным трупом. Потому что я сейчас буду порез такой же, как у Веры. Доктор Свяное Сердце разговаривал с тобой насчет Веры? Нет, он сказал, что хочет сделать еще несколько тестов. А теперь здесь брошь исследовать. Давай исследуем брошь. Это странно. Я не ношу такую брошь. Возможно, это на самом деле принадлежит ей, а не часть чара. Похоже, это вещица с родных земель. Бавкин, ты узнаешь эти символы? Нет, ничего подобного раньше не видел. Бавкин, ну ты же эксперт по символам, как так? Ну, должен все знать. Голова исследует. Если рана на шее такая же, то у нее во рту что-нибудь может быть. Что ж, есть что-нибудь? Ну, зубки такие неплохие. Ничего, она не совсем такая же. Кто, рана или женщина? Типа, на нее не похоже. Ну, ж, закрыть ей рот. Ох, какая пошлая шутка сейчас пришла мне на ум, конечно. Но она слишком очевидна, чтобы ее произносить. Спасибо. Но я так понимаю, мы все сделали, как бы. За инвентаря у нас только деньги. Я же не могу использовать на ней деньги. Выходим отсюда. Че? А че такое? А, я понял. А, стоп. Да, 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 да. То есть мы можем же еще и нижнюю половину туловища тоже исследовать. Вот это, вот это хорошая улика. Но давай еще тут какие-то точки. Следы от уколов. Она принимала наркотики простаков? Похоже на то. Они довольно сильные. Я слышал, что они начинают колоться в ноги, если их руки уже все исколоты. Или они пытаются спрятать следы от уколов. Погоди. Если чары должны были сделать ее похожей на меня, разве это не должно было скрыть такие вещи, как... Следы от уколов. И это брош тоже. Почему все остальное изменилось? Возможно, чары не предназначены для этого. Не предназначены для скрытия следов-то уколов? Хорошая мысль. Ну да, они не могли все предусмотреть, типа... Да, я понял. Ведьмы наверху хорошо знают свое дело, поэтому чары стоят, не дешево. Если только кто-нибудь не создает чары нелегально... Технически это не нелегально, они... Это, конечно, не одобряется, но запрещающих это законов тоже не существует. Типа как порнография и алкоголь. Ну да. Так, значит, что-то типа... Нифига себе, можно сказать и так. Предполагаю, что любой с доступом к нужным книгам и хорошо обычным мог создать чары. Теоретически. Еще одна вещь, о которой нам стоит беспокоиться. Черный рынок это или нет, но сходство довольно точно. Сгляни на это. Уголицы тоже не одинаковые. Вот еще одна лишняя здесь. Не, ну смотри, кто-то халтурит конкретно. Давай осматривать ноги. Потому что следы какие-то от веревки. Она была связана? Они привязали шлакоблоки к ее лодыжкам, чтобы она ушла на дно. Оу. Обычное дело, ребята, обычное дело. Коза Ностра только... Ну, как бы не только так, но это было очень их... Они любили этот способ. Ты права, эти пуговицы разные. Интересно. Что? А что интересно-то, да? Мне нужно расстегнуть ее жакет. Снежка. Мне нужно расстегнуть ее жакет. Бигби, просто позволь мне. Да без проблем, как бы. Меня не очень привлекают мертвые женщины с оторванной головой, поэтому я позволю тебе, без проблем. И так. Теперь мне нужно раздеть ее полностью, да? Ты точно в порядке? Да ладно, всем видно, что тебе стрёмно от этого. Че ты... Я бы вообще проболевался. Так, я очень надеюсь, что ты здесь ведешь себя хорошо. Теперь, когда ты закончил. Жечь людей. Что вы разузнали? Ее чары не идеальны. Я не закончил. А ну-ка. Я еще не закончил. Жечь людей в смысле. Ну тогда разберись с этим. Мы не можем тратить здесь время впустую. Убийца может готовиться к очередному нападению, пока мы разговариваем. Какой ты умный. Нам нужно продолжать. Без тебя я не догадался-то. Сижу тут, баклуши бью. Карман использовать. Карман использовать. Белье осмотреть. Ну, конечно же, как не осмотреть женское нижнее белье? При всех. Давай. Я хочу посмотреть на их ряд. Че они скажут? Снежка, на тебе сейчас шелковое белье? Зачем тебе это знаешь? Пытаюсь узнать, полностью ли совпадает одежда. Нет. Зачем тебе это знать? Пытаюсь фантазии себе поднакопить на вечер. Я ж одинокий страшный серый волк, сама понимаешь. Используйте это. Что это? Чары, наверное. Это твои духи? Откуда ты знаешь, какие у меня духи? Ты этот нос не проведешь. Я ж волк, блядь. Похоже, кто-то выбрал их для нее. Значит, кто-то дал ей инструкции? Значит, да, кто-то дал ей инструкции, судя по всему. Сама-то она бы не догадалась, правда? А это что? Я видел раньше такие вещи. Это определенно волшебство. Хотя в наше время ведьмы уже не мастерят такие щуки. Да это волшебство можно в любом секс-шопе приобрести, по-моему, если это то, что я думаю. Я не думаю, что будет умным баловаться с этим. Это какой-то вид магии из черного рынка. Кто знает, что она может натворить? Нам стоило бы осмотреть их, чтобы быть уверенным, что это не опасно. Ты слишком много переживаешь, Крейн. Слушай, надо реально попустить этого на сача. Что-то он... Там что-то есть. Как нам ее открыть? Может, отойти по даче, если боишься. Крейн. Я собираюсь ее открыть. Нужно что-то сделать с этими кольцами. А, загадочка. Так, окей. Вращаем. Нам нужно составить рисунок. Я понял. Сейчас, сейчас. Вот это вниз. Да, практически. И еще немножечко крутануть вот здесь. В принципе, по-моему, это должно быть несложно. Так, так, так. Не, ну что такое? Почему не совпадает? А. А, стоп, 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 стоп. Вот, надо по белому контуру ориентироваться. Что я делаю-то? Во, олень, олень. Все, я составил рисунок. Осталось только вот теперь чуть вверх. Еще чуть-чуть вверх. Все, готово. Олень. Что это означает? Ну, это означает, что мы олени, наверное. Нас, нас провели. Убили женщину, мы ничего не смогли с ним сделать. Убийца издевается над нами. Так, давай вначале вот это возьмем. Пучок волос исследовать. Это, наверное, пучок твоих волос. Это твои волосы. Да, кто-то сорвал, чтобы потом зачаровать. То есть кто-то взял с тебя образцы, грубо говоря. Вспоминай, Снежка, когда последний раз тебе вцеплялись в волосы. Возможно, даже те случаи, когда это было ночью страстной, я не знаю, День Святого Валентина. Кто-то вцепился в те волосы, оттянул тебя за них хорошенько. Вспоминай все. Все пригодится. Какая пошлая шутка. Ну и хрен с ним. Похоже, кто-то взял ее в моей квартире. Я заметила, что она пропала, но я и подумать не могла. Это последнее фото, где мы с Розой вместе. Мы с сестрой уже почти не общаемся. Ты глянь, у тебя тоже какая-то сестра есть. Кто это сделал, Биби? Начальница бара, сестра у этой сестра. О, господи. А, сейчас чары закончат свое действие. Она тролль? Да вы должны быть шутся. Так это ж она и есть, начальница бара. Только-только я о ней вспомнил. Срань господня. По-моему, это подходящая фраза. Что ж это объясняет наличие чара, вроде того. Кто она? А че не узнаешь? Раньше здесь этого не было. Как ты думаешь, кто она? Возможно, Холли знает. Надо было оставить их всех на родных земле. Возможно, Холли знает. Владельца бара цок от копыт? Да не, она выглядит немного. О нет, в чем дело? Это не Холли, это... Это ее сестра Лили... Да ты же смотри, только что мы с тобой о сестре говорили, и тут сразу раз сестра как бы... Она была объявлена пропавшей без вести, но я... Я думаю, это было спущено на тормозах. Да к кому вообще это надо, да, действительно? Кто знает, что она может что-нибудь об этом знать? С кем Лили общалась? Определенно с еще одним троллем. Ага, с толстым сетевым троллем, да? Ну и так затравил маленечко. Нам пора идти. Ты не можешь пойти туда. Почему нет? Слишком опасно. Кто-то пытался убить тебя. Бигби, ты не можешь позволить ей идти с тобой. Ты подвергнешь ее жизнь опасностям. Бигби не отвечает за меня. Он отвечает за это расследование. Ты остаешься здесь. И ничего не делать, как всегда? Ты не идешь со мной, Снежинка. Снежинка, бля. Снежка, мне надо идти. Хорош хмуриться. Сиди, смотри на труп и наслаждайся. Я иду один. Слышишь? Кто-то пытался оторвать тебе голову. Тебе это вообще никак не смущает? Я, конечно, понимаю, да. Хочется поучаствовать в расследовании, внести свою лепту. Но бывают моменты, когда стоит свою мотивацию немножечко приструнить. Вот они реально. Бывают такие моменты. Хотя, в принципе, может, надо было ее взять с собой. Потому что я бы защитил ее, наверное. Хотя вдруг по сюжету Волк бы обломался, как-то ложанулся конкретно, и ни хрена бы не вышло. Ее бы убили. И потом я бы еще жалел бы. Хотя ее, наверное, не убьют до конца пятого эпизода. А там еще она, может, в живых останется. Все это полная херня и так всегда было. За чем заключается его работа? Он следит, чтобы Вудмансу ничего не грозило. Джек, я не знаю, где они. Это твой бар. У тебя должны быть дротики. Обычно у меня они есть, но хрен его знает, куда они делись после... Здрасте. Ты вот смотри, помалкивай теперь. Один, а мы с тобой уже повоевали. Хватит. В следующий раз оторву уберите. Ну же, Холли. Мне нужно развлечься. Чего смотришь? Ты не забыл еще, а? Как закончилась прошлая наша потасовочка. Вовремя. А, смотри-ка, у него страх в глазах есть. Таки. О, боже, да угомонитесь вы. Ладно, ладно, знаю. Просто расслабьтесь. Я не собираюсь ничего начинать. Хорошо. Этот парень худеет с каждой встречи. Это поразительно. Худеет, еще каким-то образом сохраняет все мышцы. А кто ты такой, мальчик? Ага. Волчонок, дружище, как твои дела? А что это ты так невежливый? Тут единственный человек к тебе хорошо относится. Знаешь, мы только что о тебе говорили. Тут, в баре. Мне нужно поговорить с Холли. Лично. Ладно. Ну, только дай нам секундочку. Мне очень хочется услышать насчет тела, которое нашли в реке Этимута. Это было сказание, да? А, все знают. Ту-ля-ля тут был. Сказал, что он был похожим на белоснежку. Что? Какого черта? Крейн. Ту-ля-ля сказал, что вы арестовали его без причины, оставив его в камере на всю гребаную ночь. Сказал, что ты пытал его. Что, как мне кажется, не входит в твои обязанности. С чего ты так взял? Ты улешил вообще. Бигби, ну не можешь быть таким глупым. Джек, закрой руку. Сейчас же. Да что с вами обоим? Ты, Грэн, вы предлагали сбунтоваться, когда тут никого не было, но... Как только пришел большой и страшный серый волк, вы сразу же поджали хвосты? Струсили, а? Что случилось? Что случилось? Я устала. Вот что. Устала от чего? От проблем, Джек. Меня тошнит от проблем. Я не хочу их еще больше. Так что просто заткнись или иди снаружи, или вали нахуй отсюда. Мне плевать. Олли, что? Бигби, слушай. Два сказания мертвы. Черт побери. Сестра Грэна. Сестра Грэна. Сестра Грэна пропала несколько дней назад. Об этом никто не хотел слушать. В общем, есть какие-нибудь новости? Смягчить удар. Я не знаю, как сказать тебе, Грэна. Женщина, которую нашли в реке. Кто это? Ты знаешь, кто это. Ну, походу, она догадалась. Господи, удачно же я зашел. Если скажешь еще хоть одно, блядь. Хотя бы одно слово. А че он такой мудак-то? Бессердечный. Твою ж ты мать, а? Ну, конечно. Дорогая мать ее принцесса Белоснежка. Цела и невредима. Где ты был, когда мы сообщали об этом неделю назад, а? Где ты был, когда ты нам был так, блядь, нужен? Если бы вам было дело до нас, хоть какое-то, вы могли бы ее спасти? Они могли бы позаботиться. Ее могли... Мне жаль, Холли. Извини, что нашли твое сестру такой, и мне жаль, что все закончилось именно так. Я знал, что это произойдет. Я знаю, это трудно. Ты можешь просто... Ты можешь просто мне что-нибудь рассказать, правильно? Потому что мы же хотим поймать этого мудака. Холли, у меня для тебя нет ничего, Волк. Ну, а выпивка хотя бы. Ладно, я думаю, это... Кто тебя отпускал? Заебись. Вот именно. Я сейчас тебя по попе надаю. Вот, что тебе здесь надо? Что ты тут делаешь? Я знаю, ты говорил мне остаться, но... Прости, Бигби, я просто не могу. Я должна что-то сделать. Я не буду сидеть в администрации целый день. Я должна помогать. Да, она знает. Твое дело здесь окончено. А что-то они ее так не любят. Снежка что-то натворила когда-то? Холли, вали нахуй из моего бара. Да я просто... Это должна была быть ты. Ты, а не кто-то другой. Очень хорошие, добрые слова. Теплые, прям. Ну, я, конечно, понимаю, что она не со зла это говорит. Я просто очень херово сейчас. Мы нашли это у нее. Думаю, что тебе стоит забрать. Я не знал, что она до сих пор хранит ее. Че, я хрипнул. Медь была из шахт гномов. Очень редкая и старая. Это было хорошо. Ты молодец, Снежка. Грен, да. Можешь ненадолго отойти. Ты уверена? Уверена, вали отсюда давай. Только мешай. Этот еще какой-то. Какие-то типы вообще пошли. Черт с твоей, злые вообще. Все меня так не любят почему-то. Я тут жопу руку ради всех. Новые записи в книге сказали. Да, надо будет прочесть про этого панка. Я не так много знаю ее жизни. Честно говоря, мы не часто общались. Почему вы не разговаривали? Кто еще может знать? Она сбилась с пути в этом городе. Это ее и уничтожило. Почему вы не общались? Теперь я виню себя за это, но мне просто не хотелось смотреть, как низко она пала. Я думала, она принимала наркотики простаков, но она работала проституткой, чтобы расплатиться с долгами. Мне было больно смотреть на нее. Так, стоп, уже вторая проститутка умирает, между прочим. То есть, я так понимаю, круг потенциальных жертв сужается до одной древнейшей профессии рода человеческого, да и сказательного, судя по всему, тоже. Она задолжала тем, на кого работала в том сраном клубе, называется «Сладкий десерт». Может, я не зря сутенер это подозревал все время. Владелец Джорджа со всеми его гребанными гонорарами, просто горшок дерьма. Он держал ее в ежовых рукавицах. Ну, сейчас она, конечно, заплаченная. Холли, все хорошо. Если мы можем уйти в клуб «Сладкий десерт», а что ты знаешь об этом месте? Настоящая свалка. Можем сходить и проверить. У нас есть улика, может, воспользуемся ей? Что-нибудь еще можешь рассказать, чем мы можем помочь? Я все проверю. Полезная информация, я проверю. Она... Где она? Ну, где? На том свете, как бы. Она в администрации, они позаботились. Мне придется сходить за братья. Бля. Пожалуйста, мы можем организовать похороны. Не-не, это типа... У троллей есть такая традиция. Мы сжигаем тела на рассвете иначе. Конечно. Хорошо. Прекрасно. Вы пообещали отдать тело Хлои. Сходим в администрацию, начнем подготавливать необходимое, да? Погоди, ты я пообещал, а что, у меня, может, это еще и не получится? То есть... Стоп, 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 стоп. То есть я пообещал, а этот носатый очкастый мудень мне скажет «нет». Я съезжу туда, поговорю с владельцем. Ты был добр с ней, я впечатлена. Опять она впечатлена. Да вы что, думаете, что я прям Андрей Чикатило какой-то, что ли? Я просто выполнял свою работу, иногда надо быть жестким, а иногда надо и проявить мягкость. Надо быть гибким. Правда, спасибо, это все облегчает. Новые записи в книге сказаний. Ух, записи, записи, давай. А, хотя нет, сейчас будет ролик, сейчас не до записи. Загрузка, во-первых, будет, а потом будет какой-то ролик. Не, ну че сказать, тут прям сюжетец так интригует, хорошо, ну прям все интереснее и интереснее становится. А это только второй эпизод из пяти. То есть их же еще будет три помимо этого, елки. А этого еще не пройдены половины. То есть веселье обеспечено на долгие дни вперед. Единственное, конечно, что смущает, что эта игра, она, как и любая другая, абсолютно любая игра, имеет потенциал скатиться, скажем так, в трэш и угар какой-то совершенно безумный. И просто я вот после компьютерной игры Фаренгейт Индиго Прописи, я всегда, я не тороплюсь теперь давать какие-то положительные рецензии, пока не увижу игру полностью Индиго. Фаренгейт умудрился скатиться. Просто там, блядь, начало было шедевральным, а скатилось все в такой безумный какой-то трэшняк. Невероятнейший совершенно. С идиотскими совершенно сюжетными ходами. Так, куда едем? Отель, кэш, бабло. Отель, кэш, бабло. Клуб, сладкий десерт. Бронкс, вечер. Смотри-ка. А это не красавица случайно, нет? Похоже. Как будто бы чуть-чуть смахивает. Или, может, мне показалось. Да нет, нет, не может быть. Оу. Шериф, какой приятный сюрприз. Раньше я вас здесь не видела. Вам всегда здесь рады. Вы здесь по работе или для себя? Или вы собираетесь... Я друг Джорджа. Где он? Друг? Вот как. Так, походу, не поверили мне. Вам повезло, он здесь, пойдемте. Да, зачем я наврал? Надо было сказать, что я и типа его ищу, все дела. Должна предупредить, что Джорджа не любит, когда ему мешают во время работы. И сейчас у него не особо есть настроение. Он хуже, чем обычно. Все будет нормально, я умею находиться в ней общий язык. Да, ты мне только сигарету дай, я там... Да, я слышала. Сигарету, потом ремни мне дай, и я найду общий язык с кем угодно. Затяну, прижгу, все будет как надо. Итак, сейчас начнется игра, или... Добро пожаловать в сладкий десерт. Здесь мы помогаем жителям Фейблтауну удовлетворить их разнообразные потребности. То, что нравится вам, нравится и нам. То, чего желаете вы, желаем. И мы слышим их ходячий рекламный слоган. Заткнись. Ты знала Лили? Она здесь работала? Мои уста закрыты. Да ладно, проститутка с закрытыми губами? Как ты вообще существуешь? Лучше спроси об этом Джорджу. Твои уста закрыты. Врешь, конечно. Десять минут, сто косарей, и откроются на долгое-долгое время. Вот это Джорджа? Выглядит хмуро, действительно. Твою мать, что ты творишь вообще? Ты выглядишь так, как будто тебя приперло посадить. Кто вашего захочет на это смотреть? Да никто. Кребаная шлюха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Удачи. Ладно, в принципе, так тоже пойдет. Не обязательно было что-то говорить. Я на нее взглянула, дал ей понять, что ей тут не радует. Проблема в твоем лице, нужно улыбаться, а ты нихрена не улыбаешься. Сколько раз мне нужно это повторять? Ты должна заводить клиентов. Это твоя работа. Блядь, ты должен... Я пытаюсь попрощаться. Мудак ты. Ты должна заставить их думать, что ты счастлив. Ладно, окей. Тебе нужно завести их, чтобы они не обращали внимания на... Ты должна завести их так, чтобы они выложили все свои деньги, лишь бы остаться один на один с твоей пиздой. Ты должна завести их так, чтобы они выложили все свои деньги и заложили дома, лишь бы провести ночь с тобой. Слушай, ну у тебя такая богатая фантазия, чувак, в шляпе. Ты слегка переоцениваешь, по-моему, способности вообще любой шлюха. Но они никогда этого не сделают, если ты не будешь улыбаться. Знаешь, что они сделают? Они пойдут в другой бордель, потому что ты делаешь их, мать твою, несчастными. Все? Все сказал? Ты должна притягивать... Мужик, отпусти меня, я тебя прошу, пожалуйста. Помолчи пять минут. Все, отлично. В общем... Я просто... Господи боже, я так долго, я что-то... У меня же есть пауза. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, ставьте ему лайк. Также открывайте описание к этому видео. В нем вы находите плейлист. Найдете, находите. Да, вы это уже делаете. Вы находите. Вы находите плейлист. Это гипноз такой, да, NLP. В нем вы найдете плейлист на эту игру и многие другие игры. И всем счастливо, всем удачи, всем пока. Продолжим общаться с этим поганым сутенером в следующей серии. Может, еще даже со шлюхой повезет. Поговорим. Всем пока.